Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Мы уже сейчас понимаем и контракты, которые готовятся. Это точно приведет к тому, что Российская Федерация получит дополнительные возможности. При этом, конечно, и наша дружественная страна от этого только выиграет. Эксперты называют несколько направлений, в которых сотрудничество двух стран могло бы развиваться особенно активно. Прежде всего, это сельское хозяйство. По некоторым оценкам, на эту отрасль может прийтись до 15% инвестиций. Второе перспективное направление – реализация инфраструктурных проектов. В то же время, Молдова заинтересована в активизации поставок в Россию продуктов питания. Около 10 миллиардов рублей выделили в этом году в Башкортостане на субсидии агрария и прочие меры господдержки сельхозсектора. Об этом заявил глава профильного комитета Госсобрания Республики на круглом столе о кадровом потенциале отрасли. Нехватка молодых квалифицированных специалистов, пожалуй, главная проблема агропромышленного комплекса. Низкая зарплата и отсутствие комфортных условий для проживания – вот почему, говорят эксперты, молодежь, даже если приезжает работать на село, долго не задерживается. В отрасли действительно многие годы у нас вы наблюдаете и засухи, и низкие цены, и кроме того падение определенные, так скажем, показатели, в то же время перспективы отрасли очень неплохие. То есть можно заниматься бизнесом, можно жить, можно осуществлять свою деятельность, расти и карьерный рост в том числе. В этом году в Республике увеличили подъемные для молодых специалистов до 500 тысяч рублей выпускникам вузам и до 300 средних специальных учебных заведений. Кроме того, нуждающиеся в жилье получают федеральные субсидии от 500 тысяч рублей до 2,5 миллионов, в зависимости от состава семьи. До конца года в региональном Минсельхозе планируют разработать так называемый пакетный продукт для вчерашних студентов, которые решили работать на селе. Заключится условно на 10-15 лет соглашений, что первый уровень он получает начинающего фермера, получает субсидии, получает подъемные, получает определенную технику в лизинг. И он понимает, чем он должен заниматься, то есть по протоколам, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Второй этап, через 3 года получать следующие субсидии, это семейные животноводческие фермы, он выбирает себе тоже упакованные, готовые, ему не надо думать, где и что покупать, это мы должны уже предоставить. Это уже семейные животноводческие фермы. С третьим этапом он уже переходит в кооперацию. Отмечу, сельхозкооперации в Башкортостане рассматривают в качестве основного механизма роста доходности малых форм хозяйствования на селе. Доходы, генерирующие производство при условии софинансирования со стороны сельхозкооператива, могут получить гранты в размере до 3 миллионов рублей. Положение содержится в концепции развития сельхозкооперации в республике с 2018 по 2020 годы. Заместителем руководителя администрации главы Башкортостана назначен бывший министр экономического развития республики Евгений Маврин. Таким образом, теперь у руководителя администрации три заместителя. Трудовую деятельность Евгений Маврин начал в 1986 году в Башкирском государственном университете. С 1994 по 1996 был заместителем директора Уфимского финансово-экономического колледжа. С 1996 по 2007 работал в банке Уралсиб. В 2010 перешел на работу в правительство республики. Сначала заместителем, потом министром экономического развития. А с 2012 по 2015 год был вице-премьером. С 2015 работал помощником главы республики. С 2016 года и до своего нынешнего назначения возглавлял некоммерческий культурно-образовательный центр «Арт-Уфа». Информация о курсах валют, установленных Центробанком, на сегодня. Доллары евро снова показали разнонаправленную динамику. Курс доллара снизился на 57 копейек и оценивается в 62 рубля 1 копейку. Евро в незначительном плюсе на 5 копеек – 72,58. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в Росгострахбанке за 62 рубля 15 копеек. Продажа в Быстробанке и Банке Нейва за 62,33. Наиболее выгодные предложения по покупке и продаже евро также в Банке Нейва за 72 рубля 63 копейки и 72,99 соответственно. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.